Два самых важных праздника — это Пасха и Йом-Кипур, День Искупления. Местописания, в котором говорится о празднике Йом-Кипур, это Левит, 23 глава, с 26 по 32 стихи. Левит, 23 глава, с 26 по 32 стихи. И числа, 29 глава, с 7 по 11 стихи. Значение праздника Йом-Кипур — это покрытие. Наши грехи покрыты кровью Йошуа. Это самый серьезный, самый торжественный из всех праздников. Если в остальные праздники нужно было веселиться, радоваться, то в этот праздник нужно было поститься и помнить свои грехи. Чтобы твои грехи были покрыты кровью. Давайте откроем Левит, 17, 11. Кто найдет, прочитайте. Заметьте, что Господь говорит, что душа — тело в крови. И когда она на жертвеннике, то она очищает души ваши. Потому что без пролития крови нет прощения греха. То есть в еврейском календаре есть несколько праздников, которые мы празднуем, и несколько постов. И вот этот праздник, вот этот пост, он обязательно должен был соблюдаться. То есть это не по выбору, это нужно было делать обязательно. Йом-Кипур — это был самый святой день в году. В этом празднике должны были участвовать все. И это не было временное указание. Йом-Кипур никогда не был отменен. Йом-Кипур дает ответ на вопрос, «Как грешный человек может иметь общение с Богом?» «Как вы можете иметь общение со святым Богом?» В этот день люди собирались в храме, чтобы их грехи были покрыты. Первосвященник проходил через сложные ритуалы, чтобы прежде всего очиститься самому. Он должен был полностью омыть свое тело и пройти через процесс очищения. Потом он возлагал свои руки на голову тельца. И этот телец умирал, как заместительная жертва за священника. Потом приводили двух козлов. Одного козла убивали. Этот козел представлял народ, и его кровь покрывала грехи народа. И второй козел — это был козел отпущения. Его уводили в пустыню. И это картина того, что Господь удаляет наши грехи далеко от нас, и Он забывает их. Когда дети Израиля были в пустыне, им было легко это делать. Они уводили этого козла далеко в пустыню, оставляли его там и больше его не видели. Но позже, когда уже был построен храм в Иерусалиме, второго козла тоже убивали, чтобы он ненароком не зашел в те места, где жили люди. И, конечно, когда Иешуа умер, он стал вечным и абсолютным покрытием за наши грехи. И мы будем читать Евреям 10 глава, начиная с 10 стиха. По сей-то воле освящены мы единократным приношением тела Иисуса Христа. В послании к евреям мы видим вот эту мысль, что Иешуа сделал нечто, и Он сделал это один раз. В то время, как ритуалы, которые проводились в храме, они происходили каждый год, каждый раз. Let's look at verse 11. The priest stands daily, ministering and offering the same sacrifices, which can never take away sin. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Verse 12. 12 стих. Он же, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел от десной Бога. Он воссел от десной Бога. Он воссел. А что это значит символически, когда вы садитесь? Работа закончена. Он не мог сесть до тех пор, пока все не было завершено. Я верующий 54 года. И я не устаю слышать об этом, думать об этом и благодарить за это Бога. Это просто чудо, что Бог захотел сделать это для нас. Потому что мы это не заслужили. Мы заслужили что-то другое. 14 стих. Ибо одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Now, I have here, he has perfected. Is that the idea that you have? Yeah. Made perfect. Okay. Dima, you know what this means? Dima, знаете, что это значит? This means that you have been perfected. Это значит, что вы были сделаны совершенным. You're perfected. Вы совершенны. You've been sanctified. Вы были освящены. And God looks at you, as if you never sinned. И Бог смотрит на вас так, как будто вы никогда не грешили. That's what I was talking about yesterday. Это то, о чем я говорил вчера. In one sense of the word, we have been totally sanctified. То есть, в одном смысле этого слова мы были полностью освящены. But in another sense of the word, we haven't been totally sanctified, because there is the problem of sin in the Christian's life. С другой стороны, в смысле этого слова, мы не были освящены, потому что в жизни верующих происходит грех. И освящение состоит из трех частей. Вот эта часть, когда мы были полностью освящены. Также есть наша ежедневная жизнь, когда мы продолжаем освящаться. И также есть конечное освящение. Когда мы умираем и идем на небо, тогда завершается или совершается наше освящение. И вот сегодня мы узнали, что Саша из общины Бориса Сауловича умер. И вот получил вот эту последнюю, последний этап освящения. Это был хороший брат в Господе, и теперь он с Иешуа. Шестнадцатый стих. Вот завет, который завещаю им после тех дней. Я вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их. А ветхозаветным верующим было сложно исполнять все требования Ветхого Завета, потому что Дух Святой не жил в них. И я помню, когда я уверовал, как я уже говорил ранее, я вдруг обнаружил, что во мне что-то изменилось. У меня появилось желание жить для Бога. И все мое отношение к жизни изменилось. И когда вы приводите людей к Господу, когда люди принимают Иешуа, вы ищете вот это изменение, вы хотите, чтобы оно произошло. И если они просто играют с вами, то эти изменения не будут искренними. И я люблю семнадцатый стих. «И грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Разве это не замечательно, что Бог каким-то образом забывает то, что мы сделали? В Ветхом Завете есть стих, где сказано, что Он хоронит их на дне морском, на глубине морской. Давайте поговорим о том, что же праздник Йом-Кипур значит для нас сегодня. Конечно, в 70-м году Римляне разрушили храм в Иерусалиме. И там больше не могут приносить в жертву животных. И сказано, что один раввин, который жил в те дни, когда был разрушен храм, он заменил жертвоприношение и пролитие крови совершением добрых дел. И он основал это на стихе, записанном в Осии. Хосея 6.6. Бог говорит, «Ибо я милости хочу, а не жертвы». И боговедение более, нежели всесожжение. И этот раввин, он совершил ошибку, сказав, что добрыми делами можно покрыть свои грехи. Да, это правда, мы должны делать добрые дела. Об этом сказано в Ефесянам 2.10. Мы сотворены во Христе для добрых дел. До верования я пару раз посещал церковь. И из тех посещений я понял, что мы должны жить, совершая добрые дела. И если мы так будем поступать, то каким-то образом мы попадем на небо. Что Бог будет взвешивать добрые дела и злые дела. И если добрые дела перевесят, то тогда ты будешь на небе. И это ложь от дьявола. Это неправда. Есть только один путь, и этот путь в том, чтобы принять Иешуа как своего Спасителя. Йом-Кипур — это тот день, когда мы каемся в грехах. Это тот день, когда мы исправляем в своей жизни то, что мешает нам общаться со Святым Богом. Мы с женой в служении уже много лет. Мы побывали во многих странах. Мы посетили много церквей. Мы встречали тысячи и тысячи верующих. И были такие верующие, которые уверовали 10-15 лет назад, но вели себя так, как будто они приняли Иешуа вчера. На каждом служении они хотели, чтобы за них молились особой молитвой. И на каждом служении они хотели каяться и так далее. Они хотели оставаться в своей незрелости. Когда ребенок очень маленький, о нем нужно заботиться. То есть нужна детская кроватка, в которой спит ребенок. Потом ребенок становится старше, и он может в этой кроватке становиться на ножке и звать маму. Но незрелый верующий, он подобен взрослому, который стоит в этой детской кроватке и кричит, помогите мне. Давайте откроем Евреям, двенадцатая глава, первая, два стиха. Лена, do you have that there? Would you read it for us? Спасибо. Спасибо. Жизнь христианина здесь сравнивается с забегом, в котором мы участвуем. И когда ты участвуешь в забеге, то что ты делаешь? Ты одет в легкую одежду. Ты не хочешь, чтобы на тебе был какой-то лишний груз. Допустим, я вам скажу, сегодня у нас будет десятикилометровый забег. Но я хочу, чтобы вы в каждой руке вынесли по десять килограмм. Да, вы не очень быстро будете бежать. И вот здесь в послании к евреям сказано, давайте отложим всякий запинающий нас грех. Ям Кипур – это то время, когда мы смотрим на свою жизнь, каемся и получаем восстановление. И я думаю, что это уникально то, что вот в этот праздник даны очень подробные указания, что нужно делать. Зачем Бог дал столько подробных указаний для этого праздника? Потому что Бог хочет научить нас, насколько это важно – получить прощение в грехах и очищение от них. И, вы знаете, это не то, что вы говорите себе, ну, сегодня мне как-то не хочется это делать, отложу это на следующий день. И это не то, что Бог решил делать в последнюю минуту. Вы можете видеть в Ям Кипуре Бога осторожный план, чтобы научить вас и мне, как важно, чтобы быть слезан от ваших грехов. В празднике Ям Кипур мы видим план Божий, и насколько это важно – научить нас прощению грехов. Сейчас я хочу говорить о доктрине умилостивления. И идея умилостивления – это удовлетворение. И самая простая иллюстрация к этому. Вам нужно оплатить какой-то счет. 95 гривен – 23 копейки. Когда этот счет будет удовлетворен? Когда вы заплатите в точности 93 гривны и 53 копейки? Вы не можете заплатить 52 гривны, потому что тогда этот счет не будет удовлетворен. Но когда этот счет удовлетворен, то все, долг выплачен. Вот это и есть смысл доктрины умилостивления. 1 Иоанна 2.2 Кто-нибудь прочитайте. Можно? Борис, ты имеешь в виду? Он видит умилостивление за грехи наших. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Спасибо. Апостол Иоанн пишет это верующим. И он говорит, что Иоанн есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. У Бога есть требование, что согрешающий человек должен умереть. Подумайте об этом внимательно. Бог в Своей святости и праведности требует смерти грешника. И он говорит, так, ты согрешил, ты умрешь. Нет никаких условий. Ты не можешь дать взятку. Ты никак не можешь это избежать. Душа согрешающая да умрет. Однако Бог есть Бог любви, милости и благодати. И это очень сложно, если думать об этом логически. С одной стороны, мы видим Божье требование. Требование Его святости и праведности, чтобы было совершенство. С другой стороны, любовь Божья, которая хочет каким-то образом простить нас и взять нас на небо. То есть, это как две проблемы, у которых нет решения. Но решение было найдено на кресте Ешуа. Если вы вернете в Ветхий Завет и будете читать о приношении в жертву животных, то вы увидите, что все это указывало на крест. И когда Ешуа жил безгрешной жизнью, а потом умер за нас, то тем самым Он удовлетворил вот это Божье требование. Я задам вам вопрос. Чего вы стоите? Какова ваша цена? Тысяча гривен? Десять тысячи гривен? То есть, во что мы себя оцениваем? Было время, когда людей продавали, как рабов. Но, когда читая Писание, мы понимаем, что Бог заплатил цену, которая не исчисляется в числах. Я знаю, что для вас это не новость. Но я хочу твердо утвердить это в вашем мышлении. Когда я учился в Библейском колледже, мы проходили эту доктрину снова и снова, и я не раз о ней думал. Потому что правда, это что было вот эти две проблемы, которые, казалось, не имели решения. Я приведу вам пример этого. Бог Отец стоит, как наш Судья, в своей святости и праведности. И Он смотрит на нас. И Он говорит, ну и что ты сделал? И вы говорите, ну, я грешник. И Бог говорит, ну, тогда ты умрешь. Все, таково требование. То есть, ты не можешь это обойти или найти какую-то лазейку. То есть, вот вы стоите пред Богом, пред вашим судьей. И Бог говорит вам, я приговариваю тебя к смерти. И что происходит потом? Яшуа comes up beside you, puts his arm around you, and says, don't worry. К вам подходит Яшуа, обнимает вас и говорит, не волнуйся. Я умру вместо тебя. That's exactly what he did. Это как раз то, что Он и сделал. Now, can you imagine what it would be like to go to hell? That's what Yeshua did for us. Вы можете себе представить, каково оно было бы пойти в ад? А это как раз то, что Яшуа сделал за нас. An easy definition of hell is a place where God is not there. Простое описание ада — это то место, где нет Бога. И впервые в жизни Сын Божий пошел в такое место, где у него не было общения с отцом. То есть от этого мне хочется упасть на свое лицо и славить Бога. Потому что это бесценно, и это больше того, о чем мы можем просить или помышлять. Поэтому мы празднуем День Искупления. Бог покрывает наши грехи. Now, in the book of Isaiah, it says, Though our sins be as scarlet, В Исаии сказано, даже если наши грехи будут как багряные, Багряные — это какой цвет? Красно, да? Okay. What's the color of blood? А каково, каково цвет греха, цвет крови? It's also the same color. Такого же цвета. So, if you cover red with red, You don't see the sin that's there. Now, let's look at 1 John 4, 10. And someone find this and read it for us. Что нашел? Пожалуйста, читайте. Борис. The apostle John says, Here's the definition of love. Not that we love God, but that he loved us. And send his son to be the payment for our sins. And then again in Romans 3, 24 and 25. And then again in Romans 3, 24 and 25. It says, we have been justified by faith. Through the grace of sin Christ Jesus. Сказано, что мы оправданы по благодати через веру во Христа Иисуса. And it says that God has set Yeshua forth to be a propitiation. И также сказано, что Бог определил Yeshua быть умилостивлением. And so our debt has been paid in full. Так что наш долг был выплачен сполна. I want you to think about this. You know how people will wink their eyes and say, how to show? Ну, кто-то из людей скажет, ну, хорошо. Это нет проблема. God is not doing that with our sin. He is not winking and saying, oh, that's okay, I'll take care of it. When you come to the cross of Calvary, you have a father killing his own son. Когда вы приходите к Голгофскому кресту, то там отец убивает собственного сына. Now, what would it be like to have a son? Вот если бы у вас был сын? What would it be like to have a five-year-old boy as your son? Допустим, у вас пятилетний сын? and you take your son to the park and you find a tree and you take some rope and you wind the rope around your son and the tree so that your son cannot get away. and then you take a whip or you take a stick and you begin to beat your son and you beat on him and you beat on him till you kill him. What father would do that? You know, it's just too hard to think about. об этом даже сложно думать. But at the cross of Calvary that's what you have. Но именно это произошло на Голгофском кресте. God the Father who had all of the resources of the universe let the people kill his son and it was not just physical death. And it was not just a physical death. It was a spiritual death. It was a spiritual death. He went to hell as our substitute and I hope that this helps you understand just how important this is. And I hope that it helps you and you understand it as a thing. But let's never lose sight of what God did for us. Но давайте никогда не будем терять из виду то, что Бог сделал для нас. О, Господь! Спасибо! Папа, я благодарю Тебя! Мы благодарим Тебя, Господь! То, что Ты сделал для нас, просто невероятно. И мы благодарим Тебя за это. Мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя. Мы превозносим имя Господа. Ибо Ты действительно замечательный Бог. Во имя Иешуа. Аминь.